Всем приветища! С вами Иной Ньюз, первые новости в новом году! Пользуясь возможностью, поздравляю всех с праздником Светлого Рождества! Ну а теперь со свежими силами в бой! Blade & Soul ждут кардинальные перемены. Игра переедет на движок Unreal Engine 4, но произойдет это совсем не скоро. По словам разработчиков, они усердно перерабатывают проект, но очень скрупулезно подходят к деталям. В первую очередь переезд скажется на физических эффектах, которые будут выглядеть более реалистично. Но игрокам будет дана возможность выбора – остаться на прошлой версии или переехать на новую. Каждый класс получит свою пробужденную версию. Начать пробуждение планируют с начальных классов – мастеров клинка, кунг-фу, секиры. Работа потребует немалого времени, поэтому пробуждения будут добавлять постепенно. Экипировку также ждут значительные перемены. Элементальный урон будет объединен, чтобы для каждой специализации не пришлось фармить новый шмот. Уже в январе на корейских серверах появится рыбалка. Профессия позволит создавать полезные предметы для ПВЕ-контента. В игру планируют ввести новый класс дальнего боя, со сложной механикой контроля и высоким показателем ДПСа. Это лишь небольшая часть изменений, которые затронут проект в 2019 году. Компания BioWare предоставила доступ порталу IGN для прохождения одной сюжетной линии в их детище Anthem. В ролике мы видим, как команда из нескольких игроков пытается спасти арканиста Матиаса. Геймплей игры выглядит достаточно бодрым и красочным. Окружающая среда пестрит зеленью и солнечными бликами. Мир выглядит живым и динамичным. Кстати, на прошедшем шоу Consumer Electronics 2018 компания NVIDIA рассказала о своем сотрудничестве с компанией BioWare по использованию технологии DLSS в проекте Anthem. Технология поддерживается только на последних видеокартах RTX и позволяет сглаживать изображение с двойной скоростью по сравнению с картами предыдущего поколения. Напомню, что релиз игры запланирован на 22 февраля, но у меня есть премиум доступ в Origin, так что на моем канале вы сможете увидеть демо-версию игры уже 25 января. Геймриши отправил новый письмо игрокам, в котором сообщает, что уже в скором времени Lost Ark ждет обновления, в котором добавит новый регион Роэнделл – землю, стихи и магии. Столицей региона станет Руарун – город истинных искательных приключений на свою пятую точку. Архитектура города выполнена в стиле. На фоне живописных водопадов растет гигантское дерево Эльзавин. На его ветвях расположился новый город. Какие опасности нас поджидает в новом регионе? Узнаем совсем скоро. 4 марта 2019 года Black Desert выходит на платформе Xbox One. Уже сегодня вы можете оформить предзаказ на Microsoft Store. Издания Standard, Deluxe и Ultimate позволят получить премиум-подписку на срок от 1 до 3 месяцев, а также жемчужины редких пертов из кокунов. На издание действуют региональные цены, так что покупка предзаказа в России обойдется вам чуть ли не вдвое дешевле, чем в США. А уже 15 января компания Pearl Abyss планирует ввести в игру Battle Royal Arena. Боевая площадка рассчитана на 50 игроков. Вы стартанете игру за черного духа, вселитесь в свое тело, а дальше начнется стандартная процедура. Собираете лут, убиваете других игроков и пытаетесь остаться последним выжившим. Уже завтра, 8 января, в Guild Wars 2 выходит 5 эпизод 4 сезона Живой Истории под названием «Все или ничего». Герой отправляется на новую локацию под названием Thunderhead Peak. Сюжет игры подводит нас к финальной схватке с драконом-крылкаториком. Патчи игроков ждут новые виды оружия, новое мастерство и уже полюбившиеся героя. Трансляцию с места событий я запланировал на завтра в 21 час по московскому времени. Приходите и будьте первыми кто это увидит. А с вами был Иной версия 2019. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Желаю вам лёгкой недели. Субтитры подогнал «Симон»!